Подготовка боксера делится на 4 фазы. Всегда делал такие советские станции, что лучше этого ничего не придумано. Мы эту тему полностью заканчиваем и вообще к ней больше не возвращаемся. Вот это упражнение 100% супер рабочее. Очень важный, глобально важный секрет. Вы не представляете, сколько боев проиграно из-за неправильной весы гонки. Вы когда-нибудь были голодными? Ты видишь шоколадку, у тебя начинаются дрожать руки. Для нас сегодня тренер этот, кто лучше лапы держит, тот и классный тренер. Алик, привет. Здорово, Алексей. Привет, Алексей. Ну, что делаете? Работаем, работаем, работаем. Обрабатываем заявки в данный момент. Славик обрабатывает заявки, поступающие в наше приложение. Скачиваешь его. Вот так оно выглядит в Apple Store. Да. И здесь можно записаться на... Покажи, там тренера. Где все тренеры? Выбираешь все тренера. В данный момент это Вячеслав Орлов. Или вот Александр Юрьевич Прохоров. Записаться. Посмотреть его расписание. Свободное время. Выбираешь любого тренера, смотришь его свободное время. Нажимаешь записаться. А в группу, допустим, есть... То же самое. Раз уж ты настаиваешь, чтобы мы тебе еще и про сертификат наш рассказали, Леша, мы, конечно, тебе расскажем. Я-то думаю, блин, что это такое? Это сертификаты подарочные. Запас есть надолго, да. Это может быть и персональная тренировка, и групповая тренировка. Так что, ребята, лучший подарок – это спортивный подарок. Дарите своим близким счастье в виде боксерской тренировки у любого из тренеров Калифорния боксинга. Лучше написать нам в директ. Вот, пожалуйста, наш директ. Сюда пишите и на все вопросы вам ответят. Если в течение часа вам не ответят, значит, тренировка за наш счет. Да, Вячеслав? Тарик, я вообще, что пришел-то? У меня бой, короче, скоро. С каким-то оператором из другого канала, да, какого-то? Местосланки какого-нибудь. Ну, пока нельзя пока говорить, промоушен запрещает говорить с кем, поэтому пока там раскачивают все туда-сюда. Я понял. Ну, ты знаешь, ты же профессионал. Ну, да. Вот. Вот лиценера. Давай, у меня есть два месяца, как мне к бою подготовиться? Какие этапы вообще-то подготовить? Выпуск про тренировку, подготовку боксера. Да, да. Подготовка боксера делится на четыре фазы. Это фаза загрузки, набора веса. Фаза физо, физическая подготовка к бою. Фаза бокса, назовем ее так. Чисто там боксерские тренировки. И потом фаза сгонки веса. И вот четыре этапа. Можем, в принципе, про них поговорить. Но для этого нам надо пойти в тот зал, где зона физо. Все, что я сегодня расскажу, это все максимально субъективно. Это зависит от количества раундов, в которых вы выступаете. Это зависит от вашего веса, от времени, от того, сколько боев вы, в принципе, делаете в год. Поэтому я беру вам самое такое среднее арифметическое. И, опять же, исходя из своей практики. Вот есть у нас, например, какая-то призрачная дата боя. Должно быть где-то там, например. Я закладываю, допустим, за три месяца. То есть сейчас у меня первая фаза. Все же на фазы делится. Первая фаза, первая, это набор всего того, что мы в процессе кемпа и подготовки будем терять. Но делаем мы это только в межсезонье. И что мы делаем в этот момент? Мы набираем вес. Это где-то дней 20-30 дней мы делаем базовые качальные упражнения. Ну, то, что делают качки, но не в таких объемах, в которых они это делают, да? Люди, которые занимаются качалкой. И не в таких весах. То есть пропорции должны быть, опять же, свои все. Становая тяга, жим лежа и приседы. Подкрепляется гантелями, резинками, какими-то еще там дополнительными ОФПшными упражнениями. Поэтому вот в межсезонье мы можем себе позволить качка. Кач, как у Джигана. Давайте вот так. Кач. Вот здесь он называется. Джи-гана. 20-30 дней. До бокса у нас после этого еще будет 2 месяца. Ой, до боя. Боксер должен быть максимально пластичным и максимально быстрым. А качалка все это замедляет. И вот поэтому мы именно в межсезонье для боксера. Бой прошел. Все, у него межсезонье. Пару дней отдохнул и все, пошел. Активный отдых, теннис, пробежки, там что-то еще, я не знаю. Футбол. И вот кач. Для чего? Потому что, во-первых, нам нужен мышечный корсет. Как его создавать, если не этим? Чем сильнее вы здесь вот становитесь, тем сильнее у вас должно быть укреплено здесь, здесь, здесь. Все это должно быть закреплено. Потом мы эту тему полностью заканчиваем и вообще к ней больше не возвращаемся до момента вообще следующего межсезонья. У каждого, опять же, он свой. У кого-то 2 боя в год, там как у Головкина, там какого-нибудь, да, или там, я не знаю, у кого-то, ну, больших профессионалов, да, у которых возраст, у которых время, уже там количество раундов. И они много часто не дерутся. У боксера, который, начиная там свой путь, у него должно быть там, я не знаю, 4-6 там боев в год, среднеарифметическое, опять же. Ну, и если у тебя 4-6-8 раундовые бои, там, опять же, другие фазы. То есть, если у тебя 4-х раундовый бой, может быть, нет смысла тебе качаться 20-30 дней. Полторы-две недели покачался, все, опять же, по этому я вам говорю, все такое самое-самое усредненное. Потом, эта фаза у нас закончена, следующая фаза. У нас начинается общая физическая подготовка, специальная физическая подготовка. Что это такое? Я со своими боксерами, на самом деле, раньше всегда делал такие советские станции, я думаю, что лучше этого ничего не придумано. Но сегодня очень такое умное время, сегодня очень много тренеров, таких специалистов, которые это делают с точки зрения науки. И у меня есть прям конкретный пример, опять же, мои боксеры, Карен в частности, подходили ко мне и говорили, Вот вы знаете, тренер, есть такая методика, специфика, вот мы хотим попробовать там поделать вот СВП, если это правильно назвать, да, Карен? Это упражнение там со жгутами, это упражнение с гантелями, с резинками, такое все. Здесь поднял, здесь встал, под этим углом, под этим углом. И вот эти тренеры, они как бы подводят к бою, допустим, 8-10-12 раундов, вот такими упражнениями. Сейчас это очень модно, сейчас много боксеров именно вот так делают свое физо. Я против этого всего, опять же, это неплохо, это супер крутые упражнения, они супер нужны. Но я бы их делал уже вот как раз таки в межсезонье, то есть я бы этими упражнениями подготавливал свое тело к ОФП. А сегодня очень модно применять эти упражнения как вид подготовки, как ОФП. И таким образом я увидел, что мои боксеры просто не дышат на спаррингах, просто не дышат. Почему? Ответ абсолютно логичный, элементарный. Потому что всю свою подготовку основную ты должен делать то, что ты будешь делать в ринге. Что у нас в ринге? У нас в ринге рваный темп. Ба-ба-бам, взорвался, подвигался. Ба-ба-бам, снова взорвался, снова подвигался, рваный темп. И поэтому мы всегда это делали обычные, как я уже сказал, советские станции, упражнения на высоком пульсе. Там одно из самых важных классов, всегда боксеры за всю историю делали, это кувалда. Да, взрывы, мы убрали просто сейчас эту шину, но кувалда у нас осталась. Какие-то взрывы, какие-то выпрыгивания. Карен, вот давай даже так, по-другому, давай с точки зрения боксера, вот ты боксер, назови упражнение для того, чтобы можно было дышать в ринге. Например, вот мы берем жгут, главное выкидывать прямые удары, и при этом не просто выпрямлять руку, а подсесть на ноги и добавить максимальную амплитуду, то есть полностью выпрямлять руку. А в какой динамике? Первые 10 секунд, вот я стою, ну там уже тренер подбирает, но я так, грубо говоря. Допустим, у меня время 10 секунд, я должен взрываться максимально, вот сколько у меня есть сил, я должен стоять и прям без остановки, без остановки, быстро-быстро работать. Вот это должен, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Вот ты по таймеру, когда мы отрабатываем движение, которое мы делаем часто именно в ринге, в спаррингах, просто в жилете. Ну там все просто, например, если у вас классно получается делать нырок, он на вас работает, нужно... Ты надеваешь тяжелый жилет? Да, я надеваю жилет, также включая время, там тренер решает уже какие тайминги. Я должен просто стоять и делать это упражнение по времени. Это то, о чем мы с вами говорили в самом начале, ребят, все, что вы делаете вообще в боксе, во всех этих упражнениях, должно быть смежно с тем, что тебя ждет в ринге, в бою. Это очень важно. Поэтому я в итоге отказался от так называемого, вот где только СВП, где только работа на правильную динамику, там на мышцу, там на то, на все. То, что не вызывает у тебя вот этот вот, давай простым языком, вот этот эффект выживания, вот все, что вот это не вызывает, мы от этого отказываемся. Я в эту копилочку, Карен уже назвал там вот два упражнения, я добавляю туда вот свое, я добавляю туда шину и кувалду. Это вы все знаете, показывать не надо, да? Кувалдой мы бьем шину, опять же, у каждого свой тайминг, свой регламент, но в целом вот это упражнение 100% супер рабочее. Это упражнение на взрыв, это упражнение на выносливость, это то упражнение, благодаря которому в ринге вы будете чувствовать себя комфортно. Дальше поехали, четвертое. Так, ну, одно из самых известных, это аэробайк, на нем можно тоже работать по-разному, интервалы также дает тренер, то есть, как тренер говорит, мы так и делаем. Ну, мне он очень нравится, на нем можно как раз вот поработать на рваный темп, на взрыв, но он забирает много, забирает много. Все, это то, что нужно, отлично. Так, следующее. Да, это скоростная скакалка, тоже определенное количество времени, ну, в основном мы, если ускоряемся, то это двойные прыжки. Гриф, выбрасывание его, да? Выбрасывание... Ну, короче, выбрасывание. Это вторая фаза, она ОФП, СФП. Это, это то, что, по мнению, скажем так, Карена, его, там, одни из, там, тех упражнений, которыми он максимально обильно пользуется, да? Но к этому всему добавляется еще... Они чаще встречаются, да. Они, да, они чаще встречаются. Но к этому всему мы добавляем еще огромное количество станций. И давайте просто назовем это ОФП станцией. Итак, мы их делаем, когда мы выключаем фазу межсезонья джиган. Кстати, между этим и этим пунктом буквально 2-3 дня надо отдохнуть, активный отдых, гулять, пробежки. Это массажик, банька, просто чуть-чуть сбросить даже психологическую нагрузку. Приступаем к ОФП и вот пошло у нас, опять же, у кого как, у кого-то это месяц длится. У нас, исходя из наших боев, они у нас там 4-6-8 раундов, мы делаем буквально вот 3 недели. Скажи, сколько нужно станций вообще этих делать и отдых, и по времени, как, ну, такие средние, может, какие-то рекомендации? Сложно это сказать, потому что я тебе говорю, это напрямую зависит от веса, в котором выступает боксер, от количества раундов, в которых он выступает, от количества времени, которое у него есть до боя, да? Поэтому, ну, вот, чтобы прям максимально усреднить это все на пике своей форме, а пик у тебя наступает именно вот в этой фазе, ты должен это делать, ну, во-первых, 3 раза в неделю. 3 раза в неделю. Карен, 3 раза делаешь? Да. Да, 3 раза в неделю ты это делаешь, и я, знаешь, как всегда делал на самом деле, вот сколько раундов, столько станций. И уже эти круги этих станций ты определяешь, чем ближе к пику формы, тем добавляешь круги. То есть было вот у нас 12 раундов, например, я им ставил там 12 станций, да, и вот они 12 станций делают по 3 минуты там даже каждую, с минутой отдыха. Вот все, что такой же регламент, чтобы ты был плюс-минус в том же пульсе и делал то же самое, что у тебя происходит в ринге. Но иногда мы даже делали 2 игры, вот я вначале говорил 24, мы еще один круг такой делаем, 24 станции, 24 минуты, а еще и 3 круга мы делали. Это вот пиковые боксеры, у которых 10-12 раундовые, там, титульные бои, с большим опытом, с нормальным здоровьем, опять же, это столько всего, столько факторов, понимаешь, возраст, травмы. То есть это все-все учитывается, поэтому для поддержания какой-то формы, если вы к бою даже не готовите, это отличные вещи, но их вот буквально можно делать. За одну тренировку поставил себе вот эти 5 станций, ну давай, например, да, сделай их сначала один круг, да, потом, когда в следующий раз будешь тренироваться, сделай там полтора этих круга, потом два. Опять же, время можно, можно делать полторы сначала минуты, 5 кругов, потом 3 минуты, 5 кругов, время увеличивать, уменьшать. Ребят, это адаптация, понимаешь, ко всему, это очень сложно, вот так взять, одно тебе сказать, вот это делай, нет, конечно. А между станциями отдых есть? Да, обязательно. Опять же, какие фазы, на что направлено? Есть минимальный отдых, там, 15 секунд, есть минута отдыха, понимаешь, все это очень такая же. Тонкий лед, нельзя взять и ошаблонить это сейчас все, понимаешь? Итак, мы делаем вот это 3 недели, но уже вот с этим, ребят, очень важный момент, опять же, в подготовке боксеров, уже вместе с этим мы включаем бокс. Бокс уже включается вместе с этой всей фигней, с ОФП, понимаете? И мы параллельно в другие дни еще делаем бокс, и в эти же дни тоже, опять, если у него утром ОФП, мы вечером делаем бокс, либо наоборот. Потом, следующая фаза, вот это мы выключаем, и остается, когда мы сделали это 3 недели, мы это полностью выключаем, и остается у нас только бокс. Каждый день только бокс, без какого-либо прикосновения к железу. Пошла техника. Все, что мы в себя загрузили, набрали, да, потом мы это все превращаем, все эти килограммы, которые набрали, они уже уходят, мы все это превращаем вот в такое ОФПшное кардио. Это, более того, это же все идет еще и со спаррингами, да, спарринги начинаются. Где-то там месяц они должны идти, спарринги. Поэтому потом мы это выключаем, у нас остается только спарринги, боксы, вот чисто бокс, чтобы ты становился ближе к бою, становился пластичнее, пластичнее, пластичнее. ОФП у нас идет, опять же, у меня, у нас, у наших боксеров, в зависимости от веса, боя, там, количества, ровно. Три недели. Три недели. И параллельно уже начинается бокс. Сразу же после кача мы делаем несколько дней отдыха, и когда уже пошел ОФП, у нас также сразу начинается бокс. Но потом мы ОФП выключаем, все, мы его полностью вырубаем, ОФП нету, все, и остается только бокс. И вот дальше, ребят, у нас начинается четвертая фаза, она называется вес, весогонка. Очень важно вот с этим всем, вот с ОФП не переборщить. Очень важно с этим не переборщить, потому что где-то что-то неправильно сделаешь, вес может встать, вес может не пойти. Но там уже самое основное в весе это диета. Касаемо диеты. Человек, который вам просто возьмет и скажет, как прям гонять вес, вот ты подойдешь сейчас к какому-то спецсоюзу и скажешь, вот как мне гонять вес? Если он тебе ответит на этот вопрос, на мой субъективный взгляд, это не совсем профессионал. Никто в твоей шкуре, в твоем теле не был, никто не был в шкуре боксера. И только боксер знает, какой продукт, какую реакцию у него вызывает. Поэтому, конечно, куча специалистов, диетологов, и лучше их нанимать, но опять же, все надо делать правильно. Вот в идеале как это сделать? Ты идешь, сдаешь кровь. Общий анализ крови. Ты сдаешь всю кровь, приходишь с этими анализами. То есть вот для этого нужно зарабатывать бабки. Вот для этого нужна команда, о которой я так часто говорю в своих выпусках. Чтобы тебе, под тебя прописывали диету и программу. Я за то, чтобы это делалось именно с помощью диеты. И опять же, не без углеводной диеты, ребят. Многие боксеры, я смотрю, как они выключают углеводы, да. И полу при смерти приходят на тренировки, у него вес. Они там еще какие-то делают ОФП-шные упражнения. То есть это все, конечно же, от лукавого. А скажи, какой процентаж БЖУ должен быть примерно? Ну, от веса зависит, понимаешь? 1200 калорий, блин, 1400, 1000. Убираешь, потому что тебе, я говорю, чем ближе к весогонке, опять же, Лёх, ты представляешь, у кого-то... Кто-то смотри, как делает. Кто-то, допустим, мало в чем себя отказывает всю подготовку, а потом начинает мучить себя за неделю до весогонки. Весогонки, я против, я сразу говорю. Вот мы начали вот эту стадию ОФП после вот этой стадии, и мы уже начинаем следить. Следить это уже потихоньку... То есть, естественно, в принципе, никакого там сладкого, вот этих всех дешевых углеводов быть, в принципе, не должно. Вот в самом начале нужно убирать жирную пищу, жиры, жиры. Потому что углевод убирать нельзя вплоть до взвешивания. Если ты уберешь все углеводы, ты выйдешь на бой при смерти. Это очень важный, тонкий момент. 50 грамм углевода в день ты должен жрать, иначе ты просто не сможешь определить, ты в каком, в красном углу или в синем. У тебя просто мозг работать не будет. 50 грамм углевода в день нужно вплоть до последнего дня, понимаешь? Очень важный, глобально важный секрет, о котором, кстати, мне рассказал Джастин Форшин. Это тренер по физической подготовке Мэни Пакеа. Последние там лет 15-20 был в его лагере. Всю подготовку вы должны пить, ходить вот с таким бочонком, вон Карен ходит все время с ним, и выпивать 4 литра воды где-то. Каждый день ты должен выпивать 4 литра воды для того, чтобы... Начиная с первой фазы. Начиная с первой фазы, всю подготовку надо выпивать 4, 3,5 минимум, 4, а то и 4,5, опять же, в зависимости от веса, литра воды. Для чего? Таким образом тебе будет намного проще гонять вес вот в последние дни. Если ты этого делать не будешь, будет гоняться все намного сложнее. Я вряд ли смогу вам объяснить это именно научным языком, но вот говорю инфа 100%, да? Пить надо очень много, пока ты тренируешься. Очень. Тебе, обычному человеку надо 2,5 литра, 2-2, 2,5, опять же, в зависимости от веса. А ты представляешь, человек, который там 2 тренировки в день делает. Представляешь, сколько всего выходит, вымывается. Он должен восполнять этот баланс. Поэтому ребята, особенно спортсмены, боксеры, те, кто готовят за боем, пейте больше воды изначально. В целом, как-то так, Лех, то есть остается, значит, у нас бокс за неделю до боя. У нас, мы, кстати, и бокс тоже выключаем. Остается самое главное время диеты, веса гонки. Человек должен сделать вес. Как правило, нам за эту неделю нужно сгонять где-то килограмма от 3 до 6 килограмм нам нужно убрать будет за неделю. Это в целом считается супер нормально, потому что многие 12 килограмм, 15 сгоняют за неделю. Поэтому вот для того, чтобы сделать это качественно, надо подвести себя так, чтобы тебе осталось за эту неделю немного сгонять. Плавно и естественным путем. Потом выключается бокс, оставляется вот эта вот веса гонка. Но опять же, при веса гонке мы делаем все равно одну тренировочку в день, мы делаем. Но она какая? Она прыгалки, она бой с тенью, то есть уже никаких весов нету. Я называю это просто зарядка. От 30-40 минут у нас тренировка. Скакалочки, бой с тенью, где-то на лапах. Я ему даю отдыхать много в этот момент. Я уже не гружу его временем. У нас отдых все полтора месяца, у нас во всех фазах отдых по 30 секунд. От 30 до минуты. Здесь я его не трогаю, я его не гружу, потому что тело устало. Вот от этого всего оно устало в принципе. И вот она сейчас, вот эта фаза веса гонки. Это самая финальная, самая сложная фаза. И очень сложно не просто веса гнать, а после этой веса гонки завтра в ресурсном состоянии выйти на бой. Это крайне важно, ребят. Вы не представляете, сколько боев проиграно из-за неправильной веса гонки. Я лично своими глазами видел, как ребята после веса гонки идут в Макдональдс и набирают себе гу, чизбургеры там и все вот такое. То есть он умом понимает, что нельзя, но винить его сложно, потому что, ребят, я не знаю, вы когда-нибудь были голодными? Это жутко, ты себе сам не принадлежишь. Поэтому тренер всегда должен, я живу всегда, если мы на сборах где-то, я всегда жил со своими боксерами. Потому что я понимаю, что он ответственный, все классно, но заклинить просто можно. Ты видишь шоколадку, у тебя начинаются дрожать руки. Я видел это, сука, своими глазами. Как ребята просто с ума сходят, понимаешь, как они хотят что-то съесть. Это правда очень сложно. А как психологически облегчить? Ты просто должен находиться рядом с человеком. Этот боксер должен понимать, что ты за него, что ты рядом с ним находишься. Поэтому, опять же, если возвращаться к теме тренерства и всего остального, у нас очень неправильное понятие вообще о тренере. Для нас сегодня тренер, это кто лучше лапы держит, то ты классный тренер. Понимаешь, вот это обидно, что у нас такое понимание. Кто больше прикольных упражнений знает, то ты тренер. Нет, ребят, это неправда. Бегите от таких тренеров. Нужен тренер-идеолог, который тебя любит, который любит свою работу, с которым ты заодно, который переживает за тебя всем сердцем. Клянусь тебе, я говорю, когда они гоняют вес, у меня всегда нет настроения. Потому что когда они приходят в зал, я вижу вот эту картину. Знаешь, они все сухие, у них кожи уже ничего нет. Просто зацепиться даже нельзя. Наше тело не придумано для того, чтобы вот так вот сначала над ним изгаляться. Две-три тренировки в день. Это что вы считаете? Это вы думаете про здоровье? Даже если мы убираем спарринги. Это все не про здоровье. Это все, запомните, все боксеры, это будущие инвалиды. Вся эта тема очень сложная, на самом деле, несмотря на первоначальную простоту, которая может показаться. И лучше всего делать это со специалистами. То есть мы всегда это делали. Вот я говорю, у меня насколько хватало знаний, я там это ребятам давал. Но сегодня я уже в это не лезу. Я занимаюсь только боксом. Я даю ему только навык боксерки, технические знания, вот все вот это я ему даю. Но всем остальным должны заниматься профессионалом. Диетой должен заниматься диетолог. Тренер по физу должен заниматься вашим физу. Да, желательно еще и иметь спортивного психолога. То есть, ну, куча опций, которыми нужно наполнять свою команду. И вот таким образом стремиться к наилучшим результатам. Короче, нужна, как я уже говорил, опять же, во всех выпусках, команда. В этом спорте решает все команда. Есть, допустим, ну, какие-то полегче способы, там, вся форма привести, немного подхудеть, знаешь, там. Ну, вот не прям такую весогонку делать, а что-то попроще. Нет, Леха, а чего? Я провожу же вот сейчас марафоны я провожу. Но это уже не для спортсменов. Вот сейчас у меня 5 января начинается мой марафон недельный. Я уже 5 таких провел. Начиная с карантина я проводил марафоны. Ежедневные такие кардио-боксерские тренировки. Направленные на, как бы, такой, на весогоночку, но очень качественную весогонку. Как правило, в моих марафонах принимают участие диетологи специальные, которые составляют диету. Там будет все по пакетам расписано. Кто не хочет гонять вес, для него будет другая диета, и он сохраняет свой вес, но укрепляет свое тело. Поэтому жаробасики, после Нового года, когда вы там все уже побухаете, покушаете там свои торты и оливье, я вас жду, в принципе, вот могу, кстати, уже и пригласить всех на свой пятый марафон. Это будет с 5 по 12 января. Да, на самом деле есть сайт, он здесь, вот он. Туда можно зайти, полностью вся классная информация, все там есть, можно приобрести марафон. Там есть пакеты для всех, кому комфортнее, да, есть, можно просто, это онлайн, соответственно, это онлайн-марафон, он будет проходить на Гет-курсе. Каждый день в 11 утра, скорее всего, это будет по времени. Мы будем выходить в прямой эфир. И, Лех, ну что там, там, на самом деле, прям вот в двух словах максимально элементарно, я буду максимальные простые вещи боксерские давать, буквально быстро обучаю людей бить простые удары, делать простую защиту. И вместе с этим мы делаем какое-то еще кардио. Это там, ну, к примеру, я не знаю, мы сделали там три бёрпи, раз, два, три, четыре взорвались. Три бёрпи взорвались, одна, один сет. Другой сет мы, например, начинаем там выпрыгивание, где-то отжимания, где-то еще. Ну, я не хотел бы все это раскрывать, огромное количество прикольных разных упражнений, которые способствуют именно вот быстрому, быстрому жиросжиганию. Я его так адаптировал, что реально любого возраста человек может заниматься, но темп ты себе выбираешь сам. Я тебя онлайн тренирую, пушу, делаю все это вместе с тобой, ты смотришь, да, и... Но темп ты можешь выбирать себе сам. Он-то опять же будет в зависимости от веса, возраста, я все это буду рассказывать и показывать. Кстати, в этот раз у меня будут принимать участие там различные медийные наши друзья. Такие, как Саша Стоун, Эдвард, Билл будет, потом кто еще? Глеб Бокши. То есть я хочу показать, что этим могут заниматься и профессионалы, и обычные люди, блогеры, все кто угодно, да. И они при вас будут заниматься с нами онлайн, выдерживать всю эту нагрузку. Ребят, тема прикольная еще тем, что вы находите идеологов в своем комьюнити, да. Уже больше тысячи людей протренировал я на этих своих четырех марафонов. Четыре, по-моему, или пять провел, уже не помню. Вот. И результаты были от трех до двенадцати килограмм. Люди убирали за семь-десять дней я их проводил. Ну, а там обязательно, конечно же, надо выдерживать правильную диету. Те, кто не занимаются спортом, нравится вам это или нет, вы все это будущие инвалиды в старости. Мы все почему-то думаем о первой половине жизни, но никто не думает за вторую. Вот первая половина жизни – это инвестиция во вторую половину жизни. Чтобы качественно прожить свои средние и старческие годы, ты должен в молодости делать какие-то зарядки, что-то делать. Вот я каждый день, Леха, сейчас вот каждый божий день, я встаю там в 6.30 утра, реально, каждый день, вот пацаны не дадут соврать. И иду, я взял себе абонемент в зал, в другой, не в этот уже, потому что уже крыша едет здесь. И тренировать, и тренироваться, и дела делать. Я взял себе абонемент, и каждый божий день я встаю, я прихожу, делаю какое-то кардио, подкачиваюсь, плаваю в бассейне. Потому что я понимаю, что это все мои инвестиции в будущее. То есть мне тоже нахер это не хочется делать. Да, я супер от этого, уже наелся от этого спорта, не хочу. Но я понимаю, что это просто надо. Вот есть слово надо. Поэтому, ребят, выбор за вами. Хотите быть здоровыми, вы никуда от этого не убежите. Кара настигнет всех. Я своим боксерам это объясняю, что на шару не прокатит ни у кого. Ты живешь как хочешь, жрешь что хочешь, там, куришь, тусуешься, пьешь. И ты такой раз, тебе в 70 лет, ты там бегаешь с телками на свидание ходишь. Не будет такого. Все будущие инвалиды. Поэтому вот такие марафоны придуманы для того, чтобы просто себя, во-первых, вот эту, за эту неделю максимально быстрый результат получить. И это даст тебе возможность, ты встанешь на лыжи, тебе просто, когда ты увидишь свои потерянные килограммы, когда увидишь себя в зеркало, тебе просто уже будет обидно это прекращать. Ну и самое ценное в том, что это же будет потом онлайн, ты, кстати, будешь записывать это все, все эти тренировки, это все будет онлайн, get-курсом. То есть мне тоже, да, придется тренироваться? Обязательно, Лех. Поэтому в течение всей недели, пока будет идти марафон, люди могут присоединяться. И это все будет в записи, все наши тренировки, они будут в записи, даже если вы опоздали, вы всегда сможете это сделать там в следующий день. Но потом это все будет перенесено на онлайн, и приобретать это можно будет там. По-моему, я максимально развернуто, Алексей. Да, да, я тебя понял, ну все, придется идти, значит. Да, ребят, вот на сайте все ссылки на марафон, на наше приложение, на мерч, все тут. Спасибо вам, и Леха, уходи отсюда нахер уже, пожалуйста, спасибо тебе большое.